Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги «Исход», перевод российского библейского общества, я читаю его для библейского портала «Экзегет». Египетские казни заканчиваются, последняя из них уже объявлена, но произойдет она в этой главе, это «Смерть первенцев». Мы говорили о том, что в этом есть какая-то с нашей точки зрения несправедливость, что страдают простые люди, страдает скот, и здесь это произойдет опять, но эта книга не о справедливости, она о величии Бога, о том, что израильтяне выйдут из Египта, и никто не в состоянии их остановить, вот и здесь об этом. Там в Египте Господь сказал Моисею Ворону, этот месяц для вас должен быть первым из месяцев, первым месяцем года. Ну, это, конечно, месяц весенний явно, да, вот апрель или около того, но календарь менялся, поэтому вот какой месяц первый, зависит от того, в какой момент это повествование упоминает. «Скажите общине Израиля, чтобы в десятый день этого месяца каждая семья должна взять из стада по ягненку. Если семья так мала, что не съест целого ягненка, то пусть возьмут вместе с ближайшими соседями одного ягненка на всех, рассчитав нужное число людей, исходя из того, кто сколько съест. Ягненок должен быть без телесного изъяна, годовалый, мужского пола. Вместо ягненка можно взять козленка». Это вот уже начало заповедей о жертвоприношении. Смотрите, первая заповедь появляется до дарования закона. Она появляется тогда, когда Господь явил израильтянам свою мощь, и вот жертвоприношение — это, собственно, главное в израильском культе, главное вот в этом ветхозаветном иудаизме. «Дождитесь 14 дня этого месяца, и с наступлением сумерек зарежьте ягненка. И так должны сделать все, кто принадлежит к общине Израиля. Пусть возьмут его кровь и поможет ей оба дверных косяка и притолку в тех дома, где будут его есть». То есть маркировать вход, маркировать пространство своего дома на входе жертвенной кровью. Кровь, которая защищает, кровь, которая показывает здесь, в этом доме, состоят в завете с Богом, состоят в договоре с ним, поскольку в древности договор тоже совершался через жертвоприношение. «Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Есть его нужно поджаренным на огне, с пресным хлебом и горькими травами. Не ешьте это мясо сырым или вареным. Ягненок должен быть зажарен на огне, с головой, ногами и потрохами». Ну, то есть такая трапеза не особенно сложная, да? Не то, что готовят из этого ягненка какое-то особое блюдо, а просто вот делают что быстрее. И это такая вот трапеза человека, который торопится. «Ничего не оставляйте до утра, чего не сидите к утру, то сожгите. Ешьте его так, подпоясавшись, обувшись, с посохами в руках, с поспешностью ешьте его, это Пасха Господня». То есть уже фактически выходя из дома, в обуви с посохами, да? То есть вот сейчас доедим кусок и выйдем за порог. Пасха — это праздник исхода из Египта в Ветхом Завете, в иудаизме. И есть ли в этом какой-то смысл? Вот Авраам начинает свой завет с Богом с того, что он отправляется в путь по призыву Божьему. И, собственно, весь вот этот вот цикл, который рассказывает о завете, он так или иначе связан со странствиями. Не сиди там, где ты есть. Вот удобно сели, расположились, вот все у нас вроде бы есть. Да, есть, но понимаете, что в следующую минуту вы пойдете дальше? Вот это об отношениях Бога с избранным народом и даже с отдельным человеком. Не устраивайся в уютном кресле на диване, не располагайся. Ты пойдешь дальше. Хотя вот здесь и сейчас у тебя может быть перерыв. Ну а дальше страшное. «В эту ночь я пройду по Египту и убью всех первенцев в этой стране, первенцев людей, первенцев скота. Это будет мой суд над всеми богами Египта. Я Господь. Но ваши дома будут помечены кровью. Я, увидев кровь, пройду мимо. Я поражу Египет, но вас минует удар смерти. Этот день должен быть для вас днем памяти. Празднуйте его, как праздник Господа. Празднуйте его из рода в род. Это вам предписание навеки. Почему чужая смерть должна обязательно быть частью этого праздника? Смерть первенцев, в том числе маленьких детей. Что в этом хорошего? Ничего. И для нас это абсолютно неприемлемо. Но вот здесь мы вновь и вновь видим вот эту надмирность Бога. То есть он делает то, что человеку сделает просто немыслимое, недозволительно. Геноцид. Как еще это назвать? Но для него в этом есть какая-то своя цель. И вот может быть как раз тотальность вот этой смерти, да? Не только сын фараона, но вообще все. Вот она должна потрясти израильтян, да? Египтян тоже, но интересуют израильтяне. И они должны понять, что вся их жизнь вот перед Богом, что то, что они приносят жертву, это не просто некоторый красивый обряд, что это вот жертва, которую они приносят вместо того первенца, который у них не погибает. Ну, а для христиан, конечно, в этом есть указание на смерть Сына Божьего, Его единородного Сына, которое спасает людей. А дальше правило Пасхи, как раз ветхозаветное. Семь дней вы должны есть пресный хлеб. В первой же из этих дней удалите закваску из своих домов. Всякий, кто в эти семь дней станет есть заквашенный хлеб, будет отторгнут от народа Израилева. Что значит заквашенный хлеб? Ну, то есть закваска с дрожжами, да? Этому хлебу нужно подойти в виде теста, прежде чем его будут печь. Они едят пресный, потому что этот хлеб очень быстро берется мука, разводится водой. И дальше вот это получившееся. Тесто просто на какой-то вот поверхности горячей печется. То, что сегодня называется словом Маца. Вы не готовитесь к дальнему какому-то пребыванию в этой земле. Вы делаете то, что можно сделать вот прямо здесь и сейчас быстренько, чтобы потом сразу уйти. Первый из этих дней должен быть провозглашен святым. И седьмой день пусть будет провозглашен святым, то есть неделя празднования. В эти дни вы не должны выполнять никакой работы, кроме приготовления пищи. Только такую работу можно делать в эти дни. Справляйте праздник пресных хлебов. В этот день я вывел ваше воинство из Египта. Отмечайте этот день из рода в род. Это вам предписание на веки. В первый месяц, с вечера 14-го числа до вечера 21-го, вы должны есть только пресный хлеб. Семь дней в ваших домах не должно быть закваски. Всякий, кто ест в эти дни заквашенный хлеб, будь то переселенец или уроженец вашей страны, тот будет отторгнут от общины Израиля. Где бы вы ни жили, не ешьте в эти дни заквашенного хлеба. Ешьте пресный хлеб. А еще что такое закваска? В чем символическое значение? Ну, понятно, во-первых, просто ешьте на скорую руку, у вас нет времени заквашивать тесто, да? А кроме того, ведь закваска это то, что остается от прежнего. Не было же дрожжей из супермаркета, как сегодня. Брали от прежнего теста небольшую часть, бросали его в новое, и дрожжи там, это микроорганизмы, дрожжи там распространялись. Вот вы должны прервать эту череду. Вы должны отказаться от всего, что у вас было вот здесь и сейчас. Вы должны идти дальше. Это, в принципе, тот же призыв, который был к Аврааму. Выйдите с земли родства твоего. Моисей созвал всех старейшин Израиля и сказал им. Ну, собственно, то и сказал. Пусть каждая семья выберет себе ягненка и заколит его, приготовит Пасху. Потом возьмите пучок из сопа. И сопа — это такое растение с зонтичной верхушкой, которое использовалось как крапила. Вот им можно было, обмакнув его, предварительно помазать что-то или покрапить. Возьмите пучок из сопа, обмакните в чан со слитой кровью и помажьте этой кровью притолку и обыдверных косяка, как знаки входа, как некий такой барьер. И пусть никто из вас до утра не уходит из дома. Пойдет Господь убивать египтян, увидит кровь на притолке и косяках, и пройдет Господь мимо этой двери. Не даст смерти войти в ваш дом и убить вас. Вот одновременно это понимается как такой маркер между жизнью и смертью. Жертва — это то, что отделяет нас от смерти, то, что оставляет нас на стороне жизни. В дом завете, конечно, это разовьется. Эта символика разовьется в полный рост. Соблюдайте это предписание вовек, вы и ваши потомки. Когда вы придете в ту землю, которую Господь даст вам, как обещал, совершайте там этот обряд. Если спросят ваши дети, что это за обряд вы совершаете, отвечайте им так. Это пасхальная жертва Господу. Когда Господь убивал египтян, он миновал дома сынов Израилевых и пощадил наши семьи. И весь народ склонился и полнись пред Господом. Затем сыны Израилевы пошли и сделали все в точности так, как Господь поверил Моисею и Аарона. А в полночь Господь убил всех первенцев в Египте. Умерли и первенец фараона, выседающего на престоле, и первенец пленника, сидящего в темнице, и все первенцы скота. Встал в ту ночь фараон, стал его вельможей, все египтяне, и великий стон поднялся по всему Египту. В каждой семье был умерший. Ну вот, понятно, о чем идет речь. Даже как-то комментировать это не хочется. Но вот насколько это все серьезно. Вот жертвоприношение, которое на самом деле заменяет человеческую смерть. А там, где его нет, там человеческая смерть, как наказание за грех, в данном случае за грех упорства против Бога, за неисполнение его требований. Вот это становится неизбежным. В ту же ночь фараон позвал Моисея и Аарона, уже не собирался с ними говорить, но тут и сказал им, уходите от нас прочь вместе со всеми сынами Израилевыми, идите, совершите служение Господу, как вы просили, забирайте с собой свой скот крупный и мелкий, как вы просили, уходите и благословите меня. Вот потеряв самое ценное, фараон что-то понял, как часто человек пытается жить по своему сценарию до самого последнего момента. Египтяне торопили сынов Израилю, чтобы те скорее покинули их страну, и начали, думали, египтяне, мы все умрем. И пришлось сынам Израилевым носить еще не заквашенное тесто, каждый взвернул свою квашню в плащ и понес на плече. Там, не знаю, миссию в тексте оставляли, чтобы оно подошло, прежде чем его печь в виде хлеба. Сыны Израилевы выполнили наказ Моисея, просили в египтян серебряные, золотые вещи и одежду, а Господь сделал так, что египтяне были добры к сынам Израилевым и отдавали им все, чего бы те ни попросили. Так, сыны Израилевы ушли из Египта с богатой добычей. Ну, и это уже было как предсказание, не нужно второй раз, наверное, комментировать. Израамсес, это город, который они строили, сыны Израилевы пошли к Сукоту. Это название, которое означает «шалаши». Вот они как бы выходят из городов и идут к такой полевой жизни. К Сукоту около 600 тысяч пеших мужчин, не считая женщин и детей. С ними шло много иноплеменников, шли огромные стада овец, косы, коров. Из теста, которое они унесли из Египта, они не могли задерживаться... Простите, из теста, которое они унесли из Египта в своих квашнях, сыны Израилевы испекли пресные лепешки. Тесто даже не успело закваситься, и гнали прочь из Египта, они не могли задерживаться и не успели приготовить себе еды на дорогу. А вот это практическое объяснение. С одной стороны, видите, вот эти пресные хлебы, опресники или маца, как это называют сегодня, это повеление свыше, и символическое его значение не брать с собой ничего из этой земли, того, что вот уже укоренилось. Потом в Новом Завете будет «берегитесь закваски», там, фарисейской и так далее. А есть ли практическая причина? Ну, просто на скорую руку, что смогли, то успели. И краткий итог. Сыны Израилевы жили в Египте 430 лет. В день, когда 430 лет истекли, вышло из Египта воинство Господне. Та ночь была у Господа ночью бдения. Он наводил из Египта сынов Израилевых. Это ночь Господня. Из рода в род. Это ночь бдения у сынов Израилевых. Ну, вот усыновление, собственно, празднования Иудейской Пасхи. И еще одно важное примечание. Господь сказал Моисею Иерона. Вот предписание о Пасхе. Чужеземец не должен есть Пасху. Ну, собственно, жертва пасхальную этого самого ягненка. Раб, купленный тобой, может есть Пасху после того, как ты сделаешь ему обрезание. Обрезание – знак принадлежности к народу. Живущий у тебя наемный работник не должен есть Пасху. То есть иноплеменник. Почему? Потому что раб принадлежит твоей семье, пусть в качестве раба. Наемник – временный живущий работник. Он не из твоей семьи. Ягненка надо есть в доме. Не выноси его мясо из дома. Костей его не ломайте. И потом вот эта кость его не сокрушится, станет пророчеством. В Евангелии про распятие смысл трудно изначально как-то описать. Но, по-видимому, что вот эта самая пасхальная жертва, она требует некоторого почтенного отношения. Там вот нельзя ее рвать на куски, рубить топором. А вот это что-то такое, что естся медленно и аккуратно. Вся община Израиля должна совершать Пасху. Если живущий у вас переселенец пожелает совершать Пасху Господню, ну, то есть иммигрант, какой-то представитель другого народа, но не раб, пожелает совершать Пасху Господню, то всем мужчинам и его семье надо сделать обрезание, а после этого пусть приходит и совершает Пасху. Он будет как уроженец вашей страны. Обрезание такой формальный признак, ограничивающий народ Божий от всех остальных, ну и те, кто может праздновать Пасху, может быть, даже не будучи членом этого народа, от остальных, опять-таки. Одно правило для уроженцев вашей страны и для живущих у вас переселенцев. Сыны Израилевы сделали все в точности так, как поверил Господь Моисея Иорона. Ой, если бы часто это так происходило. В тот самый день Господь вывел из Египта воинство сынов Израилевых. Вот дальше мы будем читать про примеры упрямства и всего остального, то есть когда нужно убить врагов, люди очень склонны присоединяться к этому мероприятию, когда нужно самому себя ограничить, потерпеть, что-то сделать, но, как правило, у них появляются мотивы этого не делать. Ну а как происходил исход, это 13 глава и далее.